Здравствуйте! Вы смотрите Крымли в программу о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращение оккупированного Крыма под контроль Украины начнется сразу же после урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским СМИ. Он подчеркнул, что с момента, когда в Донецкой и Луганской областях затихли выстрелы, прошло уже 4 дня. На данный момент ведутся переговоры о проведении здесь местных выборов по украинскому законодательству. Таким образом, считает Порошенко, есть надежда на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. После чего начнется и возвращение под контроль Украины, аннексированного Россией, Крыма. И я решу, как гарант Конституции, как президент Украины, буду боротися за каждый клаптик украинской земли. Я буду боротися за повернение Украины до Донбасса. Еще один очень важный аргумент. Если мы не собираемся повернуть Донбасс, как вы собираетесь Крым повернуть? И Крым – это очень важно. Это следующий этап наших действий. Первый Донбасс, далее Крым. Крымчане в оккупации отреагировали на это заявление скептически. Сторонники российской аннексии полуострова активно пишут в соцсетях о том, что вопрос Крыма закрыт навсегда. Крымчане-переселенцы, в свою очередь, относятся к сказанному Порошенко позитивно. Однако напоминают, что для возвращения полуострова у украинских властей пока нет ни стратегии, ни даже приблизительного плана действий. Прекращение огня на Донбассе дает шанс на реинтеграцию оккупированных территорий в состав Украины, без которых невозможно возвращение Крыма. Об этом заявляет президент Украины Петр Порошенко, подводя итоги парижских переговоров Нормандской четверки. И я решу, как гарант Конституции, как президент Украины, буду бороться за каждый клаптик украинской земли. Я буду бороться за повернение Украины на Донбасс. Еще один очень важный аргумент. И Крым – это очень важный. Это следующий этап наших действий. Первый Донбасс, далее Крым. Окупационные власти Крыма, в свою очередь, продолжают заявлять, что возвращение полуострова под юрисдикцию Украины невозможно. Это словно мантру, постоянно повторяет самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов. Крым никогда в Украину не вернется. Это безальтернативная ситуация. Решение принято окончательно и навсегда. Это конец. Крым вернулся на историческую родину. Нам отсюда уже никуда не хочется возвращаться. В то же время украинский президент считает, что благодаря договоренностям в Париже есть шансы на наступление мира на Донбассе. И в таком случае у Украины есть шанс вернуть и Крым. А вот крымчане, живущие в оккупации, иного мнения. Журналисты службы новостей «Волна» на улицах Симферополя спросили у местных жителей, что они думают по поводу заявлений украинского президента и верят ли в возвращение в украинские реалии. Для баланса мнений мы опросили крымчан различных возрастных категорий. Выяснилось, что, например, пенсионеры пути назад не видят. А слова Порошенко вызывают у них лишь бурю эмоций. Мы думаем, что этого не случится. Пусть не тешится надежда. Мы уверены нашей власти, что этого не случится. Пусть не тешится надежда. Конечно нет. Потому что мы россияне. Если ума не хватает у человека, ну что, или заказ у него такой. Я отрицательно, конечно, к этому отношусь. Просто взрослый человек должен понимать все это дело и безобразничать. Это российская земля. И никогда больше никуда не уйдет. Дай Бог, чтобы не появился еще один Хрущев. Я неприлично никогда не выражаюсь, но приличного тут ничего не скажешь. Конечно же, это глупости. Конечно же, крымчане никогда в жизни не захотят туда возвращаться. Ну, нормальные люди, я имею в виду. И не только потому, что произошло там, на Украине сейчас. Просто мы генетически всегда были привязаны к России. Никто из крымчан, мне кажется, ну 99% точно скажет нет. Ну, потому что как бы Россия, мне кажется, всем ближе. И по духу, и по культуре, и по отношению. Там и национализм чего стоит. Раньше-то жили вроде как, ну, пока не было вот этих вот противоречий таких острых. А сейчас это вообще нереально. Это чужие люди. Молодые крымчане, в отличие от представителей старшего поколения, относятся к идее возвращения Крыма под контроль Украины спокойнее. Но жить все равно хотят в составе России. В России лучше жить, чем при Украине. То есть, бесплатная медицина, хоть что-то более-менее, дороги строятся. Мне это все равно на политику главное, чтобы не было войны. Я за мир. Отрицательно, наверное. Ну, потому что мы уже в России, мы россияне. Так что все уже, пути назад нет. Встретились нам и собеседники, которые смотрели отчет заседания нормандской четверки в Париже. Правда, по российскому телевидению. Поэтому пересказывают лишь известную фразу немецкого канцлера Ангелы Меркель о восстановлении суверенитета Украины в рамках минских договоренностей без Крыма. Ну, Меркель же сказала, что о Крыме даже разговаривать не. Вы же помните встречу в Париже, и Меркель что сказала? Что о Крыме можно не разговаривать. Как известно, позже было разъяснено, что в словах Меркель антиукраинской позиции нет. А просто минские договоренности не касаются вопроса Крыма, а лишь возвращение под контроль Украины оккупированных регионов Донбасса. Однако этот эпизод и другие ответы крымчан лишь подтверждают, что пропагандистская машина на полуострове дает свои результаты. Неудивительно, почему крымчане, которые остаются в оккупации, столько тегоричны. В Крыму на третьей неделе гражданской блокады наблюдается дефицит товаров и продуктов. Это гипермаркет крупной украинской торговой сети ФОЗИ в Симферополе. Магазин продолжил работать в Крыму после начала оккупации по российскому законодательству. На протяжении полутора лет гипермаркет продолжал торговать привычными для крымчан украинскими товарами и продуктами. Однако сейчас работы заметно поубавилось. Еще недавно местные сотрудники работали, в том числе и в ночные смены. Готовили продукцию для кулинарии и расставляли многочисленный товар на полки. Теперь смены только дневные. В магазине распродают запасы украинских товаров. Затем перейдут на российские. Поэтому пустые полки – явление временное, уверяет администратор магазина. Сразу же после начала гражданской блокады Крыма местные оккупационные власти для демонстрации продуктового изобилия начали устраивать еженедельные ярмарки в регионах. Однако цены здесь не самые доступные. Поэтому крымчане начинают искать, где можно закупиться подешевле. Продуктов меньше стало, было больше. А так, в целом, все равно мы едем сюда, и нас здесь устраивает. Все равно подешевле где-то в таких магазинах. Мясо я не вижу, чтобы оно было дешевле. Почти так же, как вот у нас на Грессе на ярмарке. Точно так же. Сыры тоже не вижу, чтобы они были дешевле. Цена одинаковая. Ну а вот чай, минеральная, даже водка, и то здесь дешевле. Интересно, что украинские торговые сети не уходят из Крыма даже после начала гражданской блокады. Например, в ФОЗе на сегодняшний день больше половины товаров уже российского производства. Тогда как еще два месяца назад здесь продавалась только украинская. Посетители дефицит видят, но надеются на скорую замену украинских товаров российскими. Вообще-то кое-что ощущается, но в основном, что мне надо, то все есть. Можно сказать, там кое-что в глюк-тайской сейчас вроде нет, но российских хватает. Так что полностью находится все нормально. Сюда очень редко хожу, не могу вам ничего сказать. Ну, бидно, что пустые пулки, конечно, обидно. Но ничего, наладим все. Напомним, активисты намерены продолжать гражданскую блокаду Крыма несколько месяцев. Кроме того, власти Украины обещают в ближайшее время отменить закон о свободной экономической зоне Крым. И таким образом заблокировать поставки на полуостров законодательно. Вопрос начала энергетической блокады оккупированного Крыма будет решен до конца октября. Об этом заявил Радио Свобода народный депутат Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. На данный момент инициаторы и участники гражданской блокады Крыма ожидают отмены закона о свободной экономической зоне Крым, что позволит законодательно заблокировать поставки товаров и продуктов на полуостров. А после достижения первой главной цели блокады будет рассмотрен вопрос и об энергетическом блокировании. Ранее его анонсировал глава Меджлиса крымско-старского народа Рифат Чубаров. Гражданская блокада Крыма – это первые шаги, это первый этап блокады Крыма. Я не исключаю, я именно в этом контексте говорил, о том, что следующими шагами будет энергетическая блокада. Но это зависит от множества иных факторов, скажем, дальнейшего развития ситуации вокруг так называемой ДНР, ЛНР в аспекте объявленных там на 18 октября незаконных выборов. Напомним, на этой неделе лидеры пророссийских боевиков на Донбассе заявили о переносе своих местных выборов на следующий год. В то же время вопрос возможной энергоблокады полуострова пока не снят с повестки дня. Притом, как оказалось, среди представителей энергетического рынка Украины немало сторонников этой идеи. Оккупированный Крым, по данным экспертов, на 70% зависит от электроэнергии материковой Украины. На данный момент ее поставки на полуостров производятся на основании договоров, заключенных между Украиной и Россией в декабре прошлого года. Притом крымчанам из-за действия закона о свободной экономической зоне Крым она обходится на 20% дешевле, чем жителям материковой Украины. Российские власти продолжают наступление на крымские независимые СМИ. Роскомнадзор блокирует доступ на территории России и Крыма уже к третьему крымскому интернет-изданию Black Sea News. Оно, напомним, мониторит соблюдение санкций в отношении оккупированного полуострова. Благодаря информации Black Sea News удалось ограничить заходы иностранных судов с контрабандой в крымские порты. Однако теперь сайт издания недоступен в Крыму и России по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Она обвиняет издания в распространении информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, и требует удалить соответствующие материалы. Главный редактор портала «Крымчанин» и эксперт благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко является фигурантом уголовного дела российских спецслужб из-за своей публикации о необходимости блокады оккупированного Крыма. Напомним, несколько дней назад уведомления от Роскомнадзора получили также редакции интернет-изданий «Центр журналистских расследований и события Крыма». По мнению редакторов изданий, таким образом российские власти хотят ограничить доступ крымчан и россиян к источникам объективной информации о ситуации в Крыму. Редакции изданий также обнародовали инструкцию для своих читателей о том, как обойти ограничения Роскомнадзора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Пародия начинается с кадров оригинальной российской республики» Под этим видеороликом уже почти тысяча комментариев. Пророссийские пользователи защищают идею строительства моста через Керченский пролив. Проукраинские продолжают шутить на эту тему. Вот один из примеров. Даже если этот мост таки построят, то, скорее всего, им не попадут в Крымский полуостров. Промажут. Напомним, ранее мост через Керченский пролив мечтали построить и немцы, и англичане, и советские власти. Последним даже удалось возвести конструкцию моста. Но простояла она всего три месяца. И зимой 1945 года рухнула. Нынешние российские власти об этом прекрасно знают. Но утверждают, что даже в условиях высокой сейсмичности, тектонического разлома и рыхлых грунтов Керченского пролива все равно построят мост, погрузив сваи на глубину до 70 метров. Первоначальный рекламный ролик создали для того, чтобы представить готовый проект строительства. На днях его презентовали премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В сатирическом ролике предрекают печальный исход стройки. С чего ты взял? Все попилили. Сплошные откаты. Какие откаты? Это же Россия. Российские чиновники приблизительно оценивают проект строительства моста через Керченский пролив в 228 миллиардов рублей. Работы должна будет выполнять фирма «Стройгазмонтаж», принадлежащая российскому олигарху, другу президента России Аркадию Ротенбергу. Фирма уже попала под западные санкции. А вот предыдущий генподрядчик компания «Стройтрансгаз» еще одного друга Путина Геннадия Тимченко отказалась брать на себя репутационные риски. Тимченко также заявлял о рисках геологических и финансовых, ведь окончательной суммы затрат российские власти до сих пор не назвали. Стоимость моста будет определена после завершения технического аудита и экспертизы проектных документов. Эксперты полагают, что этот проект обойдется гораздо дороже озвученной суммы, ведь экономическая ситуация в России ежедневно ухудшается. Российские власти активно пиарят проекты строительства моста через Керченский пролив, показывая крымчанам один за другим пропагандистские ролики. А вот о том, как после аннексии полуострова здесь реально происходит строительство дорог и мостов, на экранах российского телевидения не увидишь, хотя стоит всего лишь поездить по местным стройкам. Самым показательным примером является строительство кольцевой дороги вокруг Симферополя. Первый участок объездной трассы «Мирная Дубки» был построен еще при украинской каденции Крыма и введен в эксплуатацию в 2010 году. Затем началась разработка проекта участка «Дубки» и «Леводки». События так называемой «Крымской весны» стройку остановили. После объектом уже начали заниматься оккупационные власти Крыма. Самопровозглашенный премьер Сергей Аксенов лично контролирует ход работ. В мае можете сдать. При наличии финансирования. Значит, вопрос финансирования весь решен. На весь этот кусок выделяется 2,5 миллиарда, 2,8. То есть деньги все в бюджете есть. Однако затем выяснилось, что эти слова были произнесены лишь для камер пропагандистских телеканалов. Поскольку ни в мае, ни до сих пор на участке строительства развязки и продолжения объездной дороги никаких работ так и не провели. Российские подрядчики признают, проект, который сделали украинские проектировщики, качественный. Но внести в него изменения, согласно российскому законодательству, не получается. Дорога 8,2 километра, это вторая очередь объездной дороги от этой точки с выходом на Севастопольскую трассу. Была запроектирована украинским проектным институтом транспроект. Проект был выполнен на высоком уровне. На сегодняшний день, в сентябре месяце, было поручено фирме дороги Крыма, проектному институту, сделать корректировку. Эта корректировка на сегодняшний день не закончена. Сколько длина этого участка? 8,2 километра. 8,2 километра. И 4 путепровода. Ну вот один, я считаю, что он... Значит, с жесткими сроками, административно все вопросы решить, все обсудить. В среду принимаем решение, подписываем все окончательное соглашение, подписываем все с одним подрядчиком полностью на весь объем. Однако и это обещание оказалось неисполненным. Спустя полгода на объекте строительства журналисты службы новостей «Волна» увидели полное запустение. На этом месте полгода назад Аксенов раздавал обещание. Мост, который начали возводить здесь еще при украинской каденции Крыма, остается в том же виде, что и два года назад. Участок дороги, которую начали строить в направлении Левотков, порос травой. И уже сложно поверить, что здесь, по задумке, должна была пролечь главная трасса крымской столицы. В начале года в службе автомобильных дорог Крыма строительство объездной дороги «Дубки» и «Левотки» называли приоритетным и обещали открыть движение здесь уже в декабре. Однако за полтора года не заложили даже метра дорожного полотна, не говоря уже об обещании достроить 150-метровый мост над трассой. Крымские переселенцы в крупных городах Украины, в которых после российской аннексии полуострова нашли второй дом крымчане. Эта доведка им життя очень и очень и очень ускладняет и обмеживает, как за их словами, их гражданские права. В чем это проявляется? Такие неудобства крымчанам, напомним, создали украинские законодатели и члены правительства, которые периодически выдают все новые требования к ним. Вместе с тем, согласно исследованию Крымского дома, крымчане-переселенцы отмечают важный позитивный момент своей интеграции в украинское общество – доступность дошкольных и учебных заведений для своих детей. Также для переселенцев действует зеленый коридор в доступе к высшему образованию. Результаты исследования в Крымском доме планируют перевести на английский язык и распространять не только среди профильных украинских министерств и ведомств, а также международных правозащитных организаций. Для нас это исследование важное. Оно уже есть другим относительно переселенцев из Крыма, относительно ситуации, связанной с аннексией и оккупацией в Крым. И мы надеемся, что результаты этого исследования, которые мы надеемся в органы государственной влады, будут использованы в работе государственных органов влады, безусловно министерства социальной политики, информационные, то есть структуры информационные, государственные и недорожственные и другие службы. Нардеп Украины, член межфракционного объединения Крым, Георгий Лагвинский уверен, сравнивать переселенцев из Крыма и оккупированных регионов Донбасса нельзя. Ведь если последние бежали от войны и прямой угрозы жизни, то первые покидали свои дома именно из-за проукраинской позиции. По словам Нардепа, российские и оккупационные власти сегодня специально создают на полуострове невыносимые условия для граждан Украины, чтобы те не имели возможности оставаться там. Россия, нарушая Женевскую конвенцию, умышленно ведет переселение. То есть она перевозит русских граждан в Крым и неудобных граждан выселяет из Крыма. Это нарушение в том числе международного права, в том числе право, которое касается аннексии и оккупации, потому что если мы говорим о каком-то праве выбора, вообще человеческом, то кто же будет выбирать? То есть русские граждане, которые переселились. Поэтому призыв лидеров крымско-атарского народа не покидать свою территорию. Украинские власти допускают немало ошибок в отношении переселенцев. Однако, как утверждает Георгий Лагвинский, часть этих ошибок чиновники также готовы исправлять. Например, в ближайшее время все справки внутри неперемещенных лиц будут занесены в общую электронную базу. И предъявлять их в каждом ведомстве будет уже не нужно. Однако это пока лишь один пункт из широкого перечня проблем, с которыми столкнулись крымчане на материковой части Украины.